Магаданский городской парк Первый день колокольчик ремонтировал, редуктор сломался, перебирал. Для меня это новинка была после машин, потому что это интересно было. Сложно было, что большая ответственность лежит, потому что безопасность прежде всего. А это все железо, когда-нибудь ломается, но это все надо предотвратить, главное, чтобы вовремя все сделать. За это время, конечно, не обошлось без нештатных ситуаций, но, к счастью, серьезных происшествий не было и никто из отдыхающих не пострадал. Однажды, рассказывает Андрей, отключили свет и колесо обозрения с пассажирами на борту встало. Но эту проблему решили быстро. Сотрудники вручную отпустили привод и прокрутили аттракцион, пока его не покинул последний человек. Кстати, в установке колеса Андрей тоже принимал участие. Это было больше 15 лет назад. Когда купили, привезли колесо, заложили весь парк. Ну, конструктор, скажем так, большой для взрослых. Ну, было довольно интересно. Ну, бригада большая была. Человек, наверное, 10 собирали. Вызывали кран с морпорта тогда на большой ПВШ-стрелы. Вот и целиком собирались и уже устанавливались целыми. Ну, интересно было. Долго собирали мы, правда, где-то месяц, наверное, собирали. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть собрали. Рабочий день Андрея начинается в 7 утра. И тут, наверное, главному механику позавидует каждый ребенок, да и не только. Начинается он с катания на каруселях и машинках. Но если мы с вами делаем это для того, чтобы получить удовольствие и заряд адреналина, то у Андрея задача другая. Он слушает. Пока наша съемочная группа визжала от восторга на аттракционе Емеля, механик с невозмутимым лицом сосредоточенно внимал голосу конструкции. Ну, во-первых, слушаю посторонние звуки. Что там, где там, что нигде не стучало. Как ведет себя аттракцион. Все ли фазы проходят, раскачка, остановка, чтобы все нормально было. Чисто механически. Один из самых сложных в обслуживании аттракционов – спутник. Самое сложное, потому что в обслуживании кареток сами. Эти каретки идут, колеса должны постоянно крутиться, чтобы не заклинившие подшипники были. Это каждое утро проверяется, каждое колесо отдельности. Ну, и сама конфигурация, как американские горки, она есть, по сути, такие сложные аттракционы, к которым все относятся. Приходится кататься, чтобы слышать самому, почувствовать, что там, где-то что-то не в порядке. Это все так прослушивается. Ну, конечно, визуально все просматривается, но кататься надо и слушать внимательно. Если я слышу посторонние звуки, где-то что-то останавливается, идем осматриваем, все в порядке или нет. Ну, проверяем, если все в порядке, или устраняем, если что-то поломка, все, продолжаем движение. У каждого аттракциона есть свои какие-то нюансы, какие-то узлы, которые чаще всего выходят из строя. Ну, это уже со временем, знаешь, там, оп, резиночки, где-то подшипники, где-то что-то. За все эти годы серьезных поломок не было, рассказывает Андрей. Отсутствие нарушений ежегодно подтверждает и московская комиссия. Каждый год приезжает экспертный центр, два специалиста, и перепроверяют нашу работу. То ли все у нас грамотно сделано, может, где-то какие-то недочеты, они подсказывают, мы сразу же устраняем. Пока они находятся в течение недели у нас, мы должны все это доработать, доделать, ну, если что-то найдут. Ну, это может быть, вот, например, вихрь. Там каждый год постоянно, ну, там, и в течение сезона проверяется крепеж цепи, протирается иногда. И смотреть там, допустимый ли зазор, насколько это, если нет, все, переварим, устраняем, убираем. Ну, такие нюансы разные есть. Где-то шплинты, может, не хватает шплинта, где-то пропустили, где-то это. Ну, каждый узел, каждый болт проверяется, проверяется каждое болтовое соединение на колесе. Много нюансов каких. Сейчас, по словам Андрея, руководство парка готовит сюрприз для горожан и работает над тем, чтобы здесь появился новый аттракцион. Правда, когда это произойдет, пока секрет. Но, как с нами поделился главный механик, ждать осталось не очень долго.